Всем привет! Подписчик написал, чтобы я ему показал, как отрегулировать двери. Когда он едет, они тарахтят. Звук обычно тарахтения здесь, вот тут сверху, слышно. Как их сделать? Видите, при ударе, закрывании, вот, эти двери ударяются об корпус, видите, и краска сходит, и там уже надо подмазывать или подкрашивать, что-то там делать. Это можете сами говорить, да. У меня есть эта краска, вот эта, я ним подмазываю, вот так подмазываю, чтобы не ржавели. Так, очередь смотреть, чтобы не дробежали. Этот замок. Проверить, чтобы они не были звук, вот когда ударяешь, и оно начинает звенеть, значит уже пиздец вам. Снимать надо, ремонтироваться. Если не тарахтить, значит все нормально. Поехали дальше. Также этот замок, он не должен тарахтеть и не должен гулять здесь. Видите, не гуляет. Все, значит хорошо, заебись. Поехали дальше. Чтоб замок не летел, надо регулировать вот этим штоком. Сейчас, секунду, ключ возьму. Так, берете ключ на звездочку и начинаете его раскручивать. Здесь тоже когда-то двери, когда покупал тоже, блядь, тарахтели все, блядь, краску тут, расхуярило, блядь. Оно там упирается и не дает дребезжать дверьм. Как проверить его? Надо ставить сюда бумажку. Это место, я сейчас поверну на солнце, будет плохо видно. Так, это место мажем фломастером. Синим. И мы сейчас его проверим. Видите, произошло удар. Значит что надо делать? Еще немножко откручивать болт. Еще будем откручивать болт. Этот направляющий бляски. Так, и так обратно вы мажете фломастером. И проверяете. Так, я мажу фломастером. Уже меньше. Поехали дальше. Все лучше и лучше со мной, видите? И все гуд. Вот так вам надо отрегулировать двери, чтобы они не тарахтели. Следующее видео я буду делать как снимать рулевую рейку. Подписчик попросил, чтобы я его снял. И расскажу, чтобы не были там, у него там сальник или что там протекает. Что надо сделать, чтобы оно не текло. Все. Всем пока. Уколки и вопросы пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok